Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Сдают экзамен на погружение. Для кого-то это первое серьезное испытание на открытой воде. По времени где-то, наверное, рассчитываем на час. Там будет натянут трос, по которому мы будем передвигаться. Ну, все, в принципе, должно уложиться час-полтора. Конечно. Никита Ванков погружаться начал почти два года назад. Свой первый сертификат получил в 2012. За это время пережил не только гамму положительных эмоций, любой с подводным миром, но еще и прошел колоссальную реабилитацию. Прошли головные боли. Так что, помимо спиной травмы, была еще черепно-мозговая закрытая травма. У меня часто болела гола достаточно сильно. И вот то, что погружаюсь в нем, давление как-то влияет на все это. Головные боли просто прошли. Терморегуляция стала улучшаться. Те, кто получил шейную травму, у них сложно именно с жарой. Им плохо на жаре. Организм может себя нагреть, но охладить он не может себя. Пресс у меня именно подключился на дайвинге. Сегодняшнее погружение – это не просто рядовой урок. Это настоящий экзамен, после которого всем ученикам школы дайверов будут вручены сертификаты международного образца. Выход в море, спокойная вода, серьезный настрой, легкое волнение. Принимать зачет прилетел лично президент Международной ассоциации дайверов-инвалидов Бранко Равнак из Словении. Я был очень впечатлен этим. На мой взгляд, ребята отныряли очень хорошо. Видно, что инструктора провели большую работу, очень слаженную. И то, что мы тут, на Черном море, и инвалиды ныряют здесь – это просто великолепно. В итоге удостоверение получили три человека. Еще двое сдали экзамен на профессиональных инструкторов. Организаторы уверены – это только начало. В России нет такого методического центра. Очень хочется, чтобы он был, чтобы люди сюда съезжались. Вот они отучились, чтобы они приезжали, могли учиться, собирались, чтобы это была какая-то команда, которую мы можем вывозить, которой мы можем пользу приносить. Доступная среда под водой, по-моему, это очень круто, здорово. И, наверное, лучше не придумаешь. Но погружаться с аквалангом мы сегодня не рискнули, поскольку этому предшествует очень длительная подготовка, в том числе и теоретический курс. Поэтому нам остается довольствоваться только погружением с маской. Но это пока. Ольга Заревич, Зураб Курбан Магомедов, Инва-Медиа-ТВ Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.